У 15-летней Кристины Ещик проблемы с левой рукой. Из трёх пальцев работают только два. Несмотря на диагноз, девочка уже четвёртый год занимается плаванием. Тренируется шесть дней в неделю. В этот раз решающий заплыв. На кону звание мастера спорта. Горожанка преодолевает комплексную дистанцию в 200 метров за 3 минуты 10 секунд. Это её собственный рекорд. Сейчас я прям мощно проплыла. Я никогда так не плыла. Огромное спасибо поддержке Даши, моей подружке. Она у меня на спине такая, давай, давай, быстрее плывём. Вот вообще, я очень рада. Я обогнала свою главную соперницу. В числе участников открытого первенства – пловцы с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Возраст от 8 до 21 года. Большинство местные, остальные представляют Минск, Могилёв, Гомель и Молодечно. Особенных спортсменов поддерживает и 16-кратный паралимпийский чемпион. Игорь Бокий отмечает, ребята показывают достойный результат. Дистанцию преодолевают на одном дыхании. Стараемся дать как можно больше, чтобы не пропадали где-то дома, не сидели, вытаскиваясь по максимуму на улицу, на спортивные объекты, площадки. Это очень здорово и нужно двигаться в этом направлении. Первенство проводится на призы заслуженного тренера Беларуси Геннадия Вишнякова. Развитию паралимпийского движения в Бобруйске, как и во всей стране, уделяется огромное внимание. Это отличная возможность заметить детей и молодёжь с потенциалом. Дату развития, которая позволит нам среди участников увидеть способных, талантливых, одарённых пловцов, дать им шанс расти, развиваться и добиваться высоких результатов. Этот чемпионат точно не последний. Организаторы признаются, он станет традиционным. В дальнейшем участие смогут принимать и пловцы из других стран, если первенство обретёт международный статус. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.